Думаете, самое скандальное расставание этого года – развод Билла и Мелинды Гейтс? Поддержите мое пиво, сказал Давид Манукян. И устроил новый виток разборок с Ольгой Бузовой. Они расстались полгода назад, но страсти кипят до сих пор. Теперь Дава посигнул на святое и вместо Ольги стал ведущим в Дом-2. Что это? Отчаянная попытка прославиться или месть Оли Бузовой. Но за что Дава ее так ненавидит? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и погружайтесь в наше расследование. Какая привычка Оли стала реальной причиной расставания? Почему Бузова научила Даву считать каждую копейку? Как Дава в отместку превратил ее жизнь в психологический триллер? И главное, кто станет следующей девушкой Манукяна? Об этом и многом другом в нашем видео. Дава и Ольга Бузова встречались всего полтора года, а их расставания будут обсуждать лет 10. Кто тут злодей, а кто жертва? На первый взгляд пострадавшей кажется именно Оля. Она была влюблена, мечтала о ребенке и вдруг, как гром среди ясного неба, расставание. Бузова обвинила Даву во всех грехах и вот он решил ответить девушке той же монетой. Под публикацией рэпера СТ Давид честно признался, что он думает о Бузовой и ее творчестве. Так вот это Клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект. Да уж, Бузова сделала Даву знаменитым на всю страну, а он вместо благодарности теперь оскорбляет и Олю и всю ее команду. Похоже, Бузова была права, называя Даву предателем и лицемером. Окей, можно предположить, что это случилось в рамках шоу Комментаут, и Дава унизил Олю не по своей воле. Но ведь Манукян мог выбрать задание наказания. Вместо этого он предпочел написать гадость о девушке, которой совсем недавно клялся в вечной любви. На днях Дава озвучил официальную причину. К сожалению, так произошло. Мы не сошлись с характерами и пришел момент, когда нужно было просто отпустить во имя своей любви. Вот оно как. Не сошлись характерами, а вы бы сошлись характерами с человеком, который изменял, поднимал на вас руку и плевал в лицо. По словам Оли, Дава поступал именно так. Танцовщицу Дарью Полей звезда объявила женщиной легкого поведения, якобы потому, что Дарья спала с Давидом. Вторая предполагаемая любовница – помощница Давы Анна Маковская. Возможно, именно ее видели в постели блогера в его сториз. Похоже, дело раскрыто. Дава – изменщик, Оля – жертва абьюза. Но не торопитесь с выводами. Никаких реальных доказательств звезда не предоставила. Мама Давы уверена, Бузова его оболгала. На самом деле, Манукян – честный, добрый и очень высокоморальный парень. Вот только это не совсем правда. Принц Петербургский уверен, Дава обманул и обокрал тысячи людей. Моралью тут и не пахнет. Манукян – потомственный мошенник. Тяга к незаконным схемам обогащения у него в крови. Судя по документам, которые представил блогер, Давид и его отец занимались мошенничеством с недвижимостью. Позже Дава создал каперские проекты «Дава Мани» и «Манимейкерс». Доверившись кумиру, фанаты Давы теряли деньги в ставках на спорт. Причем тут Оля Бузова? А вот причем. Дава мог обманывать Олю так же, как и доверчивых подписчиков. Сначала говорил о любви, а потом превратил жизнь Ольги в психологический триллер Сергея Минаева. Помните, как в фильме «Селфи» двойник украл у писателя его жизнь? Отнял друзей, работу, известность? Дава делает то же самое. Сначала он присвоил деньги Бузовой. Все мы слышали, как Манукян дарил возлюбленный браслет за 3,5 миллиона, но в ответ Бузова дарила роликс за 5 миллионов. Сколько бы Дава ни тратил на подарки, он все равно оставался в плюсе. Второй шаг – друзья Ольги. Филипп Киркоров обожал Бузову. В шоу «Привет, Андрей» они вовсю признавались друг другу в любви. И вот пришел Дава. Оля только моргнуть успела, как ее парень уже подружился с Киркоровым. Совместное фото, комплименты, подарки. Король поп-сцены одарил Манукяна роликсом аж за 15 миллионов. Пока Оля только мечтала о фите с Киркоровым, Дава уже записал с ним трек. Деньгами и друзьями дело не ограничилось. Давид отобрал у Бузовой самое важное – то, чему она посвятила 17 лет жизни. Речь о «Доме-2». Когда реалити переехала с ТНТ на канал Ю, Оля отказалась от роли ведущей, а Дава воспользовался шансом. Он занял не только ее вакансию, но и ее гримерку. Фанатки шоу «Уверены» на «Дом-2» Даву привела тоска по возлюбленной. А может, виновата не тоска, а высокие гонорары? По слухам, Оля как ведущая получала полмиллиона рублей в месяц. Теперь эти деньги могут достаться Даве. Сама Оля, оставшись без «Дома-2», мечется по другим проектам. То идет в жюри «Х-фактор Беларусь», то становится арбитром чемпионата Европы по футболу. Похоже, звезда не знает, чем себя занять и хватается за все подряд. Деньги, друзья, работа – Дава отнял у Бузовой так много. Но зачем? Чтобы пропиариться или чтобы отомстить Ольге за неудачные отношения? Давайте разбираться. В шоу «Дебаты кандидаты» Давид прошел проверку на детекторе лжи. Когда речь зашла об отношениях, парень спросил, может ли полиграф вывести изменщицу на чистую воду. Ответ был положительный. Дава пожалел, что не мог воспользоваться полиграфом раньше. Похоже, это жирный намек на измену Бузовой. Но с кем певица могла изменять Давиду? Главная кандидатура – Арам Арчер. Дива позволяла себе пикантные истории, спросилась к Араму на ручке и говорила, что рядом с ним чувствует себя принцессой. Именно с Арамом, а не с Давидом, Олю часто видели на тусовках. Например, на юбилее солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова. В первом браке Оля тоже не отличалась с верностью. Рэпер Текила намекал, что она изменяла Тарасову, а пикантная переписка замужней Ольги с Дмитрием Нагиевым и вовсе утекла в сеть. А ведь Манукяну и раньше изменяли речь о его первой девушке – танцовщице Валерии Агикьян. Ее поведение стало для Давида настоящей травмой. Ну-то мы знаем, мы знакомых, там парней там выкладывают, короче, что фотку, что он с ней там гуляет, короче, там все обнимается, что они целуются. И у меня был дикий стресс. Если Оля тоже была неверна, неудивительно, что Дава обозлился. Никому не хочется дважды наступать на те же грабли. Но не только измены разбили Манукяну сердце. Похоже, главной причиной расставания стала вредная привычка Ольги. Все просто. Увы, трезвенницей Ольга никогда не была. В «Доме-2» она позволяла себе прийти на съемки нетрезвой. Позже извинялась и клялась, что это было всего один раз. Но где раз, там и другой. Недавно Оля сорвала концерт в Волгограде. Ее речь была невнятной, язык заплетался. Ходят слухи, что причина этого – две бутылки шампанского. Конечно, организаторы все отрицают. По их версии, Ольга прилетела после операции и ей стало плохо на жаре. Охотно верим. Именно так ведут себя люди, страдающие от жары. Когда Давида спросили про пьяную Бузову, он изменился в лице и ушел. Похоже, это для него больная тема. Но как бы себя не вела Бузова, неужели она заслужила такую месть? Если поверить слухам, что это были отношения по контракту, все не так уж плохо. Но в этом случае месть Давы это месть бывшего делового партнера. Неприятно, но не смертельно. Куда хуже, если любовь была настоящая. Близкая подруга Бузовой, Мария Погребняк, уверена. Оля бы не стала явно никогда брать деньги, чтобы с кем-то играться в любовь. Слова Погребняк верят не все. Психологи утверждают, когда человек отводит глаза вправо, это может быть признаком лжи. Но если Мария не врет, то Дава украл у Бузовой нечто большее, чем Киркорова и Дом 2. Он украл у нее веру в любовь. На разбитое сердце указывает и то, что новый ухажер Бузовой как две капли воды похож на Манукяна. Он тоже младше, тоже пишет рэп, а главное, тоже осыпает Олю лепестками роз. Речь о молодом исполнителе с псевдонимом Радий. Сейчас парочка вместе отдыхает в Крыму. Похоже, вместо того, чтобы забыть все и жить дальше, Ольга просто нашла себе Даву номер два. А как разрыв переживает сам Давид? Похоже, финансовым перспективам. Раньше вопрос денег его не волновал. Дорого обходится такая девушка, как Ольга Бузова. Ты знаешь, я как-то не считаю. Но время шло, а подарки становились затратными. Сумки Боттега Винета за 250 тысяч сменились на браслеты Кортье за 4 миллиона. Дороговато, но если нет девушки, нет и расходов. После расставания Давид признался. Я стал очень много экономить, и я просто понял, что я очень много денег тратил. Похоже, разрыв соли научил Даву считать каждую копейку. С другой стороны, парень явно прибедняется. Во-первых, он тоже получал дорогие подарки. Во-вторых, если бы не Бузова, сколько бы он сейчас зарабатывал? Блогер Рындыч уверен, именно отношения помогают Дави делать деньги. Давид Манукян в принципе построил свою блогерскую карьеру при помощи девушек. До романа с Ольгой Бузовой он эксплуатировал Карину Кросс. Благодаря Карине Дава получил первую известность, но чтобы расти дальше, нужна была более популярная девушка. Выбор пал на топовую звезду российского инстаграма. Но как быть дальше? Кто может быть еще известнее, чем Ольга Бузова? Может, вместо девушки номер один в русском инстаграме пора соблазнить девушку номер один мирового уровня? Сейчас королева инстаграма является певица Риана Гранде. Правда, она замужем, но Дави стоит попытать счастье. Кстати, если Дава пиарится на своих девушках, это не значит, что кто-то не пиарится уже на нем. Например, телеканал Ю. Дом-2 ушел с ТНТ из-за низких рейтингов. По официальным данным, Бузова сама не захотела продолжать сотрудничество. У нее и так плотный гастрольный график и куча других проектов. Но как Дому-2 удержаться на плаву без Бузовой? Ответ простой – использовать спасательный круг в виде Давы. Любое упоминание его имени, любое интервью об отношениях с Бузовой тут же становится инфоповодом. А может, дело в другом? Ходят слухи, что Бузова и ее непомерные аппетиты так надоели руководству, что от нее просто избавились. А Дави, как начинающему ведущему, можно платить меньше. Сплошная экономия. Что из этого правда, можно только догадываться. Сам Манукян отмахивается от неудобных вопросов и заявляет. Пусть каждый верит в то, во что хочет. Думаете, это была любовь по контракту? Окей. Да, у нас контракт. Все, успокойтесь. Продолжайте свою жизнь. Забудьте про нас, ребят. Ну правда. Ну что, успокоимся и забудем? Или последим еще немножко? Пишите свое мнение в комментариях. Давайте посмотрим, сколько еще хайпа Оля и Давид смогут выдавить из своего расставания.